До студии Нового Дня завитала Яна Мань, журналіст, Руслан Нерода, шеф-редактор информационного ресурсу «Влада Громада». Доброе утро! Доброе утро! Доброе, доброе утро! Не первый раз в нашей студии, каждый раз рассказываете о том, что проводите некоторые проекты, которые открывают село для людей. До этого мы говорили о конкурсе красоты для девушек из района, которым вы давали возможность почувствовать себя фотомоделями. Сейчас вы создаете информационный ресурс, который будет затрагивать сельское население. Хотелось бы об этом узнать подробнее. По идее, наверное, вы хотите спросить, как вообще возникла эта идея? Идея возникла от того, что единственный источник информации у нас в селе – это районная газета и телевизор. Мы хотим людей забрать от телевизора. С районной газетой у нас много вопросов, мы не знаем, как она просуществует, потому что сейчас идут процессы сложные, децентрализации. Бюджеты переходят в громады, больше район не сможет финансировать газеты районные. И сам процесс вот этой децентрализации очень важный, интересный. И мы хотим, чтобы люди не упустили вот это время, пока все меняется, чтобы они были в курсе. И поэтому возникла вот такая у нас идея, что нужно людей информировать по-любому, как-нибудь. Так как газета все еще есть и работает, дай ей бог жизни этой газете, пусть еще работает, то мы не стали придумывать газету. Мы сделали информационный ресурс интернет, где на сайте мы размещаем все, что происходит в нашем районе. С видеороликами, которые прекрасно Яна делает. С комментариями у нас есть группа в фейсбуке, Николаевский район, которая буквально за несколько месяцев собрала уже почти тысячу подписчиков. И люди там общаются, все то, что наболело у людей, вот сейчас они все это вываливают, все обсуждают, каждый вопрос обсасывают. Там бывают такие у нас вопросы, где там по 100 комментариев под темой. Да, очень круто, что есть отклик людей, есть такая необыкновенная потребность в этой информации. Когда прошел конкурс Королева по Божьему, мы увидели огромный зал в Рацаде, который был не просто все места были заняты, а еще люди по бокам стояли. То было ясно, что нужны такие мероприятия, нужны подобные информационные ресурсы, которые будут рассказывать людям о них самих. Что живет там людям, которые живут в Стрихадах, допустим, что интересного проходит в селе Кривобалка, ну допустим. Сейчас ОТГ, как они развиваются, какие решают свои вопросы. Ну, то есть это очень-очень интересно и для них в первую очередь. И есть отклик, и это очень мотивирует. Ваш ресурс, он не только интернет-издание, но и есть обычный журнал, который могут почитать люди, у которых нет доступа к интернету. Влада Громадом. Почему именно Влада Громадом? Мы показываем просто сам процесс перехода от влады районной власти к владе непосредственно людей, то есть Громадом. Теперь все практически основные вопросы будут решаться именно в Громадах. То есть для нас Громада это такое ключевое слово. Теперь все крутится вокруг Громады. А вот штат журналистов у вас уже набран или люди, которые знают, что что-то происходит интересное, тоже могут вам присылать свои статьи? Конечно, в этом же и фишка вот этой социальной, у нас как социальная платформа получается. Люди уже сами звонят, у нас есть телефон редакции и сообщают новости, мы сразу же его размещаем. Поэтому журналисты как таковы, это весь район. То есть начиная от головы райдержадминистрации Аллы Воробьёвы, которым мы даем привет, заканчивая детьми там с фотокружка. Мы также знаем, что помимо вот такого новостного ресурса, вы активно сотрудничаете с районами, открываете неизданное, невиданное то, что действительно может заинтересовать людей всей области. И одним из них есть фотокружок. Да, в Ольшанском есть замечательный фотокружок, замечательный преподаватель. И, казалось бы, дети живут в поселке, после школы приходят, просто фотографируют. У них там были зимой небольшие проблемы со школой, с помещением они все время занимались на улице. Но, тем не менее, результаты очень впечатляют. Продолжение следует... Да, обязательно. Это просто с утра чашечка кофе – наш сайт. Спасибо вам, друзья. Нагадаю нашим телеглядачам, что до студии Нового дня завитал Руслан Неродиш, шеф-редактор информационного ресурса «Влада громадам» и журналіст Яна Май. Нового дня завитал Руслан Неродиш. Нового дня завитал Руслан Неродиш. Нового дня завитал Руслан Неродиш.